Всевышнего Бога. И мы отдаем себя в руки Духа Святого, Великого Учителя, Лидера, Наставляющего на всякую истину. И мы принимаем Его. Мы принимаем Его. Мы будем поступать на основании Его. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Если у вас есть с собой сегодня ваша Библия, откройте ее вместе со мной, пожалуйста, на послании к евреям. Послание к евреям, 4 глава, и давайте начнем читать с 9 стиха. «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих, ибо кто вошел в покой Его, в Божий покой». Вы понимаете, что речь идет о Боге. Давайте прочитаем еще раз. «Посему для народа Божьего еще остается субботство, ибо кто вошел в покой Его, в Божий покой, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих». Обратите внимание на эту фразу «как и Бог от Своих». Итак, какова работа главного благословения? Какова была его цель? Создавать Эдемский сад везде, где оно высвобождено верой. Не имеет никакого значения, каковы обстоятельства. Главное благословение не отличает одно обстоятельство от другого. Ничто на этой земле не может взять над ним верх. Оно является наивысшей властью, которую небеса высвободили на земле. Ничто не может победить его, когда оно высвобождено верой, чтобы воссоздавать Эдемский сад. Бог проповедовал Евангелие Аврааму, говоря, «В тебе благословятся все народы». Подождите минуточку, брат Копланд. Я думал, что спасение было Евангелием. Так и есть. Оно часть главного благословения. Аминь. Была ли в Эдемском саду какая-либо смерть? Тогда спасение является частью главного благословения. Я думал, что исцеление было Евангелием. Так и есть. Оно часть главного благословения. Я думал, что финансовое процветание было частью Евангелия. Так и есть. Оно часть главного благословения. Не главное благословение часть его, а оно часть главного благословения. Аллилуйя. Некоторые из вас смотрят на меня так, словно я только что закончил школу. Вы также могли бы привыкнуть к этому, поскольку это то, чем является Евангелие. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на всех остальных нас. Посмотрите сейчас, посмотрите конец этой главы в послании Галатам, 28 стих. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы во Христе Иисусе, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Воскликните кто-нибудь, аминь. Аллилуйя. Это мое. Я прочитал это 43 года назад. Я подумал, почему никто не проповедует об этом? Это самое лучшее, что я когда-либо слышал в своей жизни. Боже мой, должен сказать вам, не прошло и часа, и я знал внутри себя. Я знал. Мне никогда и в голову не приходило, что это не будет работать. Библия говорит, что Иисус умер за нечестивых. И я подходил под эту категорию. Я не имел к этому никакого отношения. Он имел к этому отношение. Это мое. Он мой Господь, это в нем, и оно мое. Не прошло и часа, как я узнал, что в нем я уже был богатым, потому что именно главное благословение сделало Авраама богатым. Я знал, что я был богатым человеком. Я пока еще не знал, как принять это, но я знал, что это было моим. И все, что я должен был делать, это пребывать в этом, и ходить, и жить верой. И это произойдет. Я не должен был заставлять это происходить. В это уже был встроен свой собственный осуществитель. И чем больше я изучал это, и чем больше я видел в этом, тем больше я понимал, что это лишь дело времени. Все, что я должен делать, это ходить в этом верой. Вера – это моя работа. Главное благословение – Его. Вера – это моя работа. Я хожу верой, и я узнал, что благословение Авраама было высвобождено верой Авраама. И это по-прежнему так. Оно не изменилось. Благословение Авраама по-прежнему высвобождается верой Авраама. Аминь. Поэтому, чем больше я изучал, тем больше я начал понимать, что главное благословение зависит от веры, а вера зависит от любви. Так что, главное благословение действует верой, а вера действует любовью. И тогда я начал понимать, что оно все сосредоточено на этой заповеди любви. И именно поэтому Иисус сделал это заповедью, поскольку это было желанием Отца распространить это благословение на всех нас. И затем я начал прослеживать это и смотреть, как оно работает. Понимаете? Бог поместил Иосифа в семью Авраама. Бог пообещал Исааку, что он исполнит клятву, которую он поклялся Аврааму. И вот семя Авраама. Семя Авраама. Бог исполнял эту клятву. Они не ходили в этом благословении. Поэтому Бог произвел в этой семье на свет пророка, Иосифа. И он дал ему два сна. Он дал ему первый сон, и затем подкрепил его вторым сном. Вы следите сейчас за ходом этой мысли. И братья Иосифа обращались с ним так, как семя Авраама обращалось с пророками на протяжении многих лет. Они хотели убить его. Аминь. И вы знаете эту историю. Я думаю, это удивительно. Главное благословение работало в жизни Иосифа. Они пытались убить его, но затем к ним пришла идея получше. Откуда, по-вашему, к ним пришла идея получше? Главное благословение работало. А к ним пришла идея получше. Они решили, что бросит его в ров, и они бросили его в тот ров, чтобы он посидел там, пока они решат, что с ним делать. И вот они обсуждают одно, второе говорят, эй, вот что мы сделаем. Мы продадим его и заработаем себе кое-какие деньги. А пока они обсуждали все это, мимо того рва проходили другие люди. Они нашли там Иосифа, достали его из того рва, и именно они его и продали. Проклятие настолько сильно работало в его братьях, что они даже не смогли продать его и заработать какие-то деньги. Другие опередили их. А следующая глава целиком посвящена Иуде и тому, как проклятие работало в его жизни. Вовсю. А главное благословение работало в жизни Иосифа. Там есть проклятие и благословение. И вы знаете эту историю. Те продали Иосифа Патифару. Патифар был старшим офицером. Иосиф пришел в его дом, и вот благословение Господне работает на Иосифе. Иосиф делает то, чего он никогда раньше в своей жизни не делал. Он управляет всем хозяйством. Он никогда раньше не управлял хозяйством. Он ведет дела этого человека. Он никогда раньше не вел ничьи дела. Он был продан каравану. Откуда, по-вашему, пришел этот караван? Неужели он просто случайно проходил мимо? Нет, нет. Главное благословение уже работало там. Главное благословение организовал этот караван. Главное благословение все предусмотрело. Главное благословение проследило за тем, чтобы он вышел вовремя, чтобы он был именно там, где он должен был быть. И главное благословение проследило за тем, чтобы они подобрали Иосифа и привезли его именно туда, где Бог хотел, чтобы он был. И все это время главное благословение работало. Патифар стал настолько богатым, что он уже даже не знал, сколько у него чего было. Почему? Он верил все в руки Иосифа. И Иосиф делал и занимался тем, о чем раньше никогда даже не слышал. Он не знал, как вести бухгалтерию, он не знал, как управлять хозяйством, он не знал, как заниматься скотоводством, он не знал, как торговать, он ничего из этого не знал. Но он делал это. И делал это настолько хорошо, что Патифар разбогател просто лишь потому, что там был Иосиф. Благословение Господне обогащает, и печали с собой не приносит. Аллилуйя. А затем вы знаете, что произошло. Ненормальная жена Патифара пыталась заигрывать с ним. Она пристала к нему, но он не поддался на это. Он сказал ей, «Я не буду ничего делать против Бога. Я не буду ничего делать против твоего мужа, моего начальника». Он отказался нарушать эти сны, чего бы ему это ни стоило. Он отказался нарушать эти сны. Его бросили в тюрьму. И главное благословение было высвобождено в той тюрьме. Слава Богу. И начало ее благословлять. Иосиф никогда не управлял тюрьмой. Он никогда раньше не был в тюрьме. Он никогда не управлял тюрьмой. Но они передали управление тюрьмой ему, и тюрьма процветала. Откуда Иосиф знал, как управлять тюрьмой? Оттуда же, откуда люди Авраама знали, как победить Хедор Лаомера. Аминь. Аминь. Дух Святой обучил его и научил его прямо там, где он был. Сделало его преуспевающим. И дал ему понимание. И так вы должны понимать это, вы должны знать это. Благословение Господне дало ему понимание, показало ему, и научило его, что делать с мудростью Божией, где бы он ни был, что бы он ни делал, поскольку это было работой главного благословения делать это. Он научился тому, как полагаться на него. И в тюрьме дела пошли очень хорошо. И там были некоторые люди, которые были освобождены из тюрьмы, потому что Иосиф послужил им. И он сказал, ребята, вспомните обо мне. Когда вы вернетесь к царю, скажите царю, что я здесь, и что я не должен здесь быть. О да, конечно, мы никогда тебя не бросим. И они забыли про него сразу же, как только вышли оттуда. И он провел за решеткой еще два года. Знаете, это прилично помнет вас. Провести там еще два года. Что ж, тюрьма стала еще богаче. Благословение работало. Работало. Аминь. Аллилуйя. Затем, когда он все-таки вышел из нее, именно главное благословение, и дало ему истолкование тех снов. Но, брат Копланд, я думал, что это были дары Духа. Так и было. Они – часть главного благословения. Аминь. Иосиф начал не только истолковывать те сны, но главное благословение дало ему планы будущего, чтобы благословить всю нацию. Все потому, что Бог поклялся клятвой Аврааму и пообещал его сыну, что он, Бог, будет соблюдать ее, что он исполнит ее. Аминь. Кто-то сказал, «Бог послал Иосифа в Египет, потому что знал, что Египет ожидало время великого благословения. И ему нужно было, чтобы Иосиф был там». Нет. Это благословение пришло туда, потому что оно вышло из него, из Иосифа. Оно было там, потому что он был там. Оно бы работало и там, где он был. Если бы его братья замолчали и прислушались к пророку, которого Бог послал в их среду, Бог бы благословил всю их семью, как он и обещал. Но ему пришлось вывести Иосифа оттуда до того, как они его убьют, перевезти его туда. Он послал его туда. Я просто не понимаю, почему Бог послал меня сюда. Здесь нет никаких верующих. Я просто ненавижу это место. Мне не нравится это место. О, Боже! Я работаю в них здесь за минимальную зарплату. Переворачиваю гамбургеры. Безусловно. Я достоин чего-то большего. О, Боже! Замолчите. Бог послал вас туда, чтобы принести в то место благословения Господни. Он послал вас туда, принести в то место проявления Его славы. Оставайтесь теми же, куда бы вы ни шли. Переворачиваете ли вы гамбургеры? Или что бы вы ни делали? Подметаете ли вы улицу? Это не имеет никакого значения. Благословение Господне в вас и благословение Господне обогащает. В итоге вы станете владельцем этой закусточной.